Всем привет, ребята! С вами снова я, Скрипер, и в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу очень много, очень много, очень много фактов о картинах в Майнкрафт. Я думаю, что ты многие из фактов не знал, и поэтому тебе будет интересно посмотреть этот топ. Так что ставь лайк и погнали! Эта картина называется Грахам. Написавший её художник неизвестен. Оригинальное изображение изображает мальчика, названного Грахам, на подоконнике с некоторыми овощами. Ну а сам Грахам это персонаж из сериала King's Quest. Второе. Эта картина получила своё название The Stage is Sad. На этой картине изображено два Грахама, которых вы видели на прошлой картине. Ну а эта картина была взята из Space Quest 1. Третье. Эта картина была первой версией картины Майнкрафт. В версии Альфа 1.1.1 на эту картину был добавлен Большой Паук. Ах, моя арахнофобия. Эта картина называется Растение. Она была взята с натюрморта с двумя денежными деревьями. Но эти деревья были помещены в горшки. Пятый факт. Эта картина называется Кебаб. Ну или можно сказать Мешок. На изначальной версии этой картины был изображён мешок, наполненный перцем. Шестой факт. Шестой факт о картинах гласит. Эта картина называлась Череп и Роза. И изначально она была взята с картины Инсталляция Лунного Света. Кто такие названия придумывает? Она описывает женщину, сидящую на диване. Которая смотрит на скелета, стоящего в воде. Одним словом, наркомане. Седьмой факт у нас о картине под названием Скелетон. Изначальное название этой картины Мортал Койл. На этой картине изображён маленький скелетик, сидящий на подоконнике. Но это изображение было взято из игры Карлик Фанданго. Восьмая картина называется Спичка. И опять-таки изначального названия у этой картины нет. На этой картине изображена рука, поднесённая к пиксельному огню. В свою очередь рука держит спичку, которая об него и зажигается. Ба, вот это наркомания, я не перестаю удивляться. Но эта картина называется Донки Конг. Изначальное изображение называлось Конг. Это её оригинальное изображение. Оно описывает уровень из аркадной игры Донки Конг. Английское название этой картины Баст. И опять-таки изначального названия у этой картины нет. На этой картине изображена статуя, которую пожирает пиксельный огонь. А, ночь, ты сошёл с ума! Но эти картины называются Астек. Изначально их название Деастек. Эти картины были взяты из карты Контерстрайк. Деастек. Но эта картина называется Албан. Изначально её название Албанец. На ней изображён мужчина с тросточкой, прогуливающийся по саду. Эта картина получила своё название Бойцы. Изначального названия у этой картины не было. На этой картине изображено два пиксельных человека, готовящихся к бою. Это бумажная версия борцов из игры Международное каратэ. Ну, а эта картина называется Бомба. Прототипом этой картины опять-таки послужила карта Кондерстрайк Де Даст 2. Ну, а эта картина называется Бассейн. На изначальной версии картины изображена группа людей, плавающих и отдыхающих в бассейне. И вокруг него бассейн-то кубический. Эта картина называется Странник. И опять-таки её изначальное название неизвестно. На изначальной версии картины изображён человек, прогуливающийся с тросточкой. А на его фоне скалистые горы. Эта картина называется Дикие земли. И опять-таки изначальное название её неизвестно. На этой картине изображено окно с видом на пустыню. Но на подоконнике маленькое животное, предположительно это кролик. Что хотел сказать этой картиной автор, неизвестно. Эта картина называется Близнецы. На ней изображены два мужчины с палочками. Очертание лица, одежды и фигуры одного из них в точности повторяет очертание другого. Вот такая вот картина. Следующая картина называется Ангел. На этой картине, как ни странно, изображен ангел. И опять-таки стиль минимализма и какой-то непонятный фон. Следующая картина называется Побережье. И она стала прототипом для картины Майнкрафт Море и Крипер. Ну а выходит, что это картина Море в Майнкрафт. В версии Альфа 1.1.1 на эту картину было добавлено больше цветных растений. Ну а на следующей картине изображена девушка со свиньёй. Свинья на эту картину уже была пририсована впоследствии. Ну а на изначальной версии девушка рисовала синий, красный и зелёный квадраты. Поэтому и название RGB. Эта картина называется Горящий череп. Оригинал, конечно же, чем-то похож на версию Майнкрафт. На оригинале изображена Горящая голова. На фоне ночного неба Майнкрафт. Эта картина называется Указатель. Опять-таки изначальное название этой картины не дано. На этой картине реальная рука прикасается к пиксельной руке маленького человечка. Как вы помните, из той же игры Международное карате. Вот такая вот связь между картинами. Эта картина называется Закат. На прототипе этой картины изображено солнце, садящееся за голубые дали. Эх, красивый пейзажик. Ну что ж, на этом всё. Вот такой вот топ о картинах в Майнкрафт у нас получился. Но поэтому почему бы не поставить лайк и, конечно же, не подписаться на канал. Также внизу в комментариях предлагаю идеи для следующих топов. Ну а с вами был я, Скриппер. Всем удачи и всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok